Новый сезон, новый формат новостей. Мадина Алмолдина в студии телеканала «Атамикен Бизнес» и о главных событиях к этому часу. Горет территория Баянаульского национального парка. К этому моменту огнем охвачено около 100 гектаров. В каком состоянии 10 саперов, получивших ранения при ликвидации снарядов в Арысе? Какая все-таки основная претензия у антимонопольного комитета к Эр-Астане и Скату? Эти вопросы через несколько минут мы зададим председателю данного ведомства в прямом эфире. Казахи, жители Казахстана, очень расслаблены с моей точки зрения. И самый дорогой бизнес-тренер Ицхак Пентасевич расскажет, что его впечатлило в казахстанской программе 2030 и почему он против четырехдневной рабочей недели. Сильный пожар бушует степи в Баянаульском национальном парке на территории Павлодарской области. Видео с места происшествия очевидцы размещают в соцсетях. Местные жители своими силами вторые сутки тушат огонь. Однако ветер сводит все усилия на нет. Согласно официальным данным, пожар разгорелся накануне днем. Площадь огня около 100 гектаров. В тушении задействовано порядка 500 человек и более 120 единиц техники. На борьбу с пожаром направили дополнительную спецтехнику из Павлодара. Из Усть-Каменогорска прилетел вертолет Ми-8 республиканского предприятия Казавиалесохрана. Данный пожар обусловлен тем, что был вчера большой температурный режим, а также повышенные ветреные условия, это 20-24 метра в секунду. В результате чего большие территории лесного массива были охвачены пожаром. Со вчерашнего дня под председательством Акима области был создан оперативный штраф, который на месте был осуществлен выездом Акима области. При проведении подрывных работ на полигоне близ Арыси произошла детонация боеприпасов. Десять саперов получили ранения. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют. Отмечу, это уже не первый подобный случай. В середине сентября при очистке территории склада от фрагментов боеприпасов в Арысе произошел хлопок. Четверо военнослужащих получили ранения. Раненых саперов в день происшествия на самолетах перевезли в Алматы. Их разместили в военном госпитале. Там сейчас находится наша съемочная группа. Каково состояние пострадавших, что предпринимают медики, нам расскажет наш корреспондент Тимур Ермашев. Он на прямой связи со студией. Тимур, расскажи, что говорят врачи. Добрый день, Мадина. Мы сейчас находимся у здания военного клинического госпиталя Министерства обороны. Именно сюда были доставлены пострадавшие в Арысе саперы. Сотрудники медицинского учреждения никак не комментируют состояние их здоровья. Однако буквально несколько минут назад министр обороны Нурлан Ермикпаев сообщил, что трое из десяти пострадавших получили тяжелые травмы. А состояние еще одного оценивается как средней степени тяжести. И шестеро пострадавших находятся в общей палате. Вместе с нами сегодня с самого утра здесь дежурили родственники одного из пострадавших. Это 25-летний Канагат Мухатай. Он также находится в тяжелом состоянии, находится в реанимации. И на протяжении вот этих двух дней родные не могли получить никакой информации о его состоянии и здоровье. Я сейчас предлагаю послушать фрагмент беседы с братом пострадавшего сапера. Нас к брату не пускают. Врачи говорят, что все хорошо. Хотя в первый день сказали, что самые тяжелые состояния именно у моего брата. Приходил вчера командир. Тоже молчит. Обычно говорят о состоянии пострадавших, а тут молчат. Это очень странно. Мой брат Канагат заключил контракт на три года. Проработал два с половиной из них. Я добавлю, что спустя несколько часов ожидания родных Канагатам у Катая все-таки запустили внутрь. Причем разрешили им заехать на машине. Для чего это было сделано, нам неизвестно. Автомобиль пробыл на территории госпиталя около 10 минут. После чего на довольно большой скорости покинул расположение медицинского учреждения. Как мне стало известно, буквально только что, моим коллегам в Астане удалось записать интервью с министром обороны Нурланом Ермикбаевым. Давайте послушаем, что он сказал, как он комментирует этот инцидент. В принципе, некоторые эксперты предлагали уничтожать все фрагменты боеприпасов внутри воинской части, прямо там на месте. Например, с помощью специальной техники. Но что может произойти? Может произойти один взрыв, второй взрыв от детонации, третий взрыв. Они не такой большой мощности, но они вызовут, возможно, недовольство местных жителей. Потому что дома расположены очень близко. А может и разлет осколков быть до этих домов. Поэтому принято было решение в интересах местных жителей вывозить все на расстоянии не менее 60 километров на специальный полигон и там уничтожать. Но всегда самая опасная работа это как раз вывоз и уничтожение. Во время таких работ как раз и происходят возможные различные случаи. Итак, Нурлан Ермикбаев заявил, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Также, по словам главы оборонного ведомства, в Арысе на складах все еще могут находиться взрывоопасные снаряды. И их утилизировать будут на безопасном от города расстоянии. Это как минимум 60 километров. Это пока вся информация, которую я могу поделиться к этому часу. Коллеги. Спасибо, Тимур. Если появится какая-то новая свежая информация, ждем подробностей к вечернему выпуску. А мы продолжим. Между тем, около 60 человек задержали в минувшие выходные в столице и Алматы. Они участвовали в несанкционированных митингах, сообщили в МВД. В ведомстве отмечают, что приняты меры по пресечению нарушений общественного порядка и привлечению их к ответственности. Поскольку некоторые стали совершать незаконные действия против сотрудников полиции, создавая угрозу спокойствию и безопасности людей и дорожного движения, отметили в МВД. Заранее до 21-го числа генеральный прокурор сделал предупреждение о недопустимости несанкционированных митингов во всех городах по тем местам, по которым были это анонсировано. Это 21 место, которое по всем городам нашей республики. Также мы предупредили, что это действия все незаконные. И 21-го числа в местах проведения данных митингов были выставлены наряды полиции и проводилась профилактическая работа. В этот день в органы внутренних дел было доставлено около 100 человек. Из них 15 были привлечены к административной ответственности, 9 к административному аресту, 6 административных штрафов. С остальными гражданами была профилактическая работа и они все были отпущены домой. Между тем, Комитет по защите и развитию конкуренции начал расследование в отношении авиакомпании «Эйр Астана» и «СКАД» из-за высоких цен на билеты. Основанием стала жалоба Комитета гражданской авиации. По результатам проверки дадут оценку обоснованности стоимости билетов, отметили в ведомстве. Напомню, ранее президент Касымжимар Токаева возмутила их дороговизна. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему сейчас только сформированы какие-то претензии? Во-первых, о претензиях говорить рано. То есть наличие претензий покажет результаты расследования. Во-вторых, ранее антиопольный орган уже выходил на расследование в отношении «Эйр Астана». Это было в 2016 году. Поэтому вопросы ценообразования на рынке авиаслуг всегда находятся в постоянном контроле. Подскажите, сейчас у нас на рынке сколько авиаперевозчиков? На сегодня на рынке действует 8 авиаперевозчиков. А претензии предъявлены сейчас к «Скату» и «Эйр Астане». Пока открыто расследование в отношении двух авиакомпаний. 16 сентября мы зашли на расследование, сделали запросы, и на текущий момент готовится информация данными авиакомпании. По вашим примерным подсчетам, сколько будет идти это расследование? Когда будут какие-то результаты? У нас срок пройдения расследования составляет 3 месяца. При этом за месяц до окончания расследования мы должны представить проект расследования, проект заключения авиакомпании. Поэтому 3 месяца это предварительный срок. В случае, если понадобится необходимость дополнительного изучения информации, срок расследования может быть продлен до 2 месяцев. Ну вот, Рустав Нурланович, в моем понимании, когда предъявляются какие-то претензии, существует понимание, сколько должны стоить билеты вообще, да, авиабилеты. У вас есть какие-то цифры относительно того, приблизительная цена? Вот, например, самое популярное направление это Нурсултан Алматы. Сколько должны вообще стоить билеты, по вашему мнению? И сколько они стоят сейчас у наших монополистов? На основании для начала расследования необходимо 2 факта. Первое, это доминирование компании. И второе, это превышение цен этих компаний, цен своих конкурентов. На текущий момент установлено доминирование ската и аэростанэ свыше 70%. 70%? 70% А ваши цифры какие? Сколько у них сейчас стоят билеты? Что касается средних цен, то цены аэро Астаны по 7-20 маршрутам, где она работает, превышают средние цены других конкурентов в целом на 17%. Ну вот я у вас видела какие-то цифры бумажки, сейчас можете что-то озвучить? На отдельных маршрутах аэро Астана цены превышают других авиакомпаний на 34%. Это по авиамаршруту Нур-Султан-Ак-Табея. Нур-Султан-Шевкент на 30%, на маршруте Алматы-Актау на 34%. То же самое у СКАД. На маршруте Шевкент-Актау и Актау-Уральск цены АСКАД превышают 21,39% своих конкурентов. Это явилось основанием для начала расследования. Что касается вывода обоснованности цены, которую мы считаем допустимой, то это покажет только результаты расследования. Сам факт превышения цены еще не означает нарушение. Поскольку с одной стороны у этих авиакомпаний наибольшее число авиапарка, этот авиапарк современный. И на текущий момент основные затраты этих авиакомпаний это лизинговые платежи по покупке новых бортов. С другой стороны мы понимаем, что как компанией применяется новая система динамического ценообразования. И условия доминирования, применение этой системы, которая распространена в Европе и в европейских странах, оно должно подлежать к какому-то ограничению. То есть соответствует нашему антиополюзу КАД. Это мы сейчас изучаем и установим по итогам расследования. Но вот и все-таки могут ли потребители надеяться, что после данного расследования цены на авиабилеты как-то снизятся? В случае, если в отношении авиакомпаний будет установлено наличие монопольно-высокой цены, то мы обязательно вынесем предписание о снижении цены. Еще вопрос. Что грозит авиаперевозчикам в случае нарушения, если подтвердятся ваши факты? В антиополе законодательства предусматривают очень высокие штрафы. Это 5% от дохода, который получен в результате нарушения законодательства. И плюс изъятие монопольного дохода, который считается по итогам определения затрат авиакомпании. Хорошо, понятно. Думаю, что мы с вами обязательно еще встретимся, когда все дело завершится, потому что наша аудитория ждет ответов на все вопросы. Обязательно. Мы покажем результаты расследования. Спасибо. А мы продолжим. В Нью-Йорке работу начала 74-я Генассамблея ООН. В ней будет участвовать и президент Казахстана Касымжумар Токаев. Об этом ранее информировала пресс-служба АКОРДЫ. Ожидается, что в работе сессии примут участие 196 делегаций, около 100 президентов и более 80 глав правительств. Наш корреспондент Улпан Бегалина сейчас находится в Нью-Йорке и сообщает, что уже известно о встрече глав с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Отмечу не первый год повестки международной организации, темы ядерного разрушения и борьбы с терроризмом. Политики будут говорить об этом и в рамках 74-й сессии. Сейчас наш материал из Соединенных Штатов. Улпан Спасибо, коллеги. Нью-Йорк встретил казахстанскую делегацию солнечной погоды. Такая бывает у нас только в разгар лета. Что касается непосредственно программы визита главы государства, то сегодня, 23 сентября, Касымжумар Токаев встретится с представителями политических и экспертных кругов, а также с владельцами крупных компаний, таких как JP Morgan и Golden Sax. Кстати, эти гиганты, как отметил президент в своей статье в Хилл, являются акционерами биржи МФЦА. Кроме того, у Касымжумар Токаева запланирована встреча с владельцем информационного агентства Bloomberg с Майклом Блумбергом. Укрепление уже деловых отношений Казахстана и США поспособствовало подписанию соглашения о стратегическом партнерстве, за счет чего приток американских инвестиций увеличился на 45%. Напомню, этот документ был подписан в январе прошлого года во время официального визита Ельбасын Нурсултана Назарбаева. Уже завтра в Генассамблее пройдут политические дебаты, где, собственно, будет выступать Касымжумар Токаев. Наша страна возьмет слово 11 по очереди. Тема дискуссии посвящена борьбе с бедностью, повышению качества образования и изменению климата. Отмечу, что данное выступление для Касымжумар Токаева будет первое в качестве президента Казахстана. Кроме того, Касымжумар Токаев встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, с главами государств и правительств ряда стран. 25 сентября пройдет политический форум на высоком уровне. Но уже об этом мы расскажем в других выпусках новостей. Ну и пока к данному часу у меня все. Коллеги? Спасибо, Улпан. И ждем от вас подробностей к вечернему выпуску в 21.00. Ну а о других новостях мировых расскажет моя коллега Эльвира Найманбаева. Эльвира, вам слово. Благодарю, Мадина. Власти Китая в ряде регионов страны начали уничтожать мечети. Об этом пишет британское издание The Independent. А в деревне около города Линься, который называют маленькой Меккой Поднебесной, взорваны купола и минареты. К слову, там проживает самое многочисленное мусульманское население страны. Кроме того, власти Китая закрыли три мечети в южной провинции Юньнань и по всей стране запретили использование арабской письменности. Между тем, госсекретарь США Майк Помпео призвал мировое сообщество оказать сопротивление планам Китая по репатриации этнических уйгуров. По его мнению, подобная мера Пекина направлена на то, чтобы избавиться от своих граждан. Такое заявление Помпео сделал на встречу с министрами иностранных дел пяти стран Центральной Азии, включая Казахстан. Ранее эксперты ООН сообщили, что как минимум один миллион представителей мусульманских меньшинств, включая уйгуров, были задержаны в специальных лагерях на западе Китая. В целом США критикуют Поднебесную за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Что касается вопроса о терроризме, я хочу пояснить, что репрессивная кампания Китая в Синьцзяне не связана с ним. Речь идет о попытке Китая избавиться от своих граждан. Мы призываем все страны оказать сопротивление просьбам Поднебесной по репатриации уйгуров. В столице Словакии прошла волна протестов. Десятки тысяч человек потребовали от правительства запретить аборты в стране. На сегодня в республике разрешено прибегать к прерыванию беременности до 12 недели. Однако некоторые законодатели планируют сократить срок до 6. Члены парламента Словакии намерены обсудить социальный вопрос в течение этой недели. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обещает снизить подоходные налоги населению среднего класса и стоимость мобильной связи. Также он заявил о намерении усилить контроль по продаже оружия. Политик планирует осуществить эти инициативы, если либеральную партию, которую он возглавляет, вновь изберут в ходе парламентских выборов. К слову, они намечены на 21 октября. Ранее, согласно опросу, стало известно, что партия Джастина Трюдо может опередить соперников. Однако с прошлой недели его позиция заметно пошатнулась. Причиной стал скандал из-за фотографии 29-летнего Трюдо в темном гриме, который оппозиционеры назвали российской. В случае победы либеральной партии канадцы среднего класса не будут платить подоходные налоги на первые заработанные 15 тысяч канадских долларов. В среднем это поможет гражданину страны сберечь по 292 доллара ежегодно, а вот семьям по 585 долларов. Мы надеемся, что эта инициатива поможет вывести 40 тысяч человек из грани нищеты. Мадина, у меня на этом все. Возвращаю тебе слово. Эльвира, вот у меня сразу возник вопрос. Сколько стоит канадский доллар в сравнении с американским? Ну, насколько мне не изменяет память, то где-то примерно на четверть. Ну, все равно получается неплохая экономия. Ну, а мы продолжим. Тем временем власти Великобритании ожидают выплаты по студенческим долгам. За счет этих средств планируют покрыть дефицит бюджета страны за 2020-2021 годы. В цифровом выражении это почти 20 миллиардов фунтов стерлингов. Подробности во взоре аналитиков Bloomberg. Поступление 11 миллиардов фунтов стерлингов от студенческих долгов ожидает власти Великобритании на этой неделе. Данной суммой планируют покрыть дефицит бюджета страны. Он растет более быстрыми темпами, чем ранее прогнозировали аналитики. Это, в свою очередь, сделает практически невозможным для канцлера казначейства Саджида Джавита выполнить свои обещания положить конец жесткой экономии в 2020 году. Согласно прогнозным данным, дефицит бюджета Британии в 2020-2021 годах может составить почти 20 миллиардов фунтов стерлингов. При этом показатель, включая студенческие суды, может оказаться на 15 миллиардов фунтов стерлингов ниже требуемого уровня. Вместе с тем, в случае выхода страны из Евросоюза без соглашения, дефицит бюджета может подскочить до 54 миллиардов. Соответственно, это негативно отразится на государственной казне. Напомним, Brexit намечен на 31 октября. В связи с приближением даты, темпы роста экономики в Великобритании идут на снижение. Далее в выпуске «Почему в республике может подорожать хлеб?» Очередная авария в Уральске. Полгорода остались без воды. И эксклюзивное интервью бизнес-тренера номер один Ицхака Пентасевича. Возвращаемся к событиям. В нашей стране, в республике, может подорожать хлеб. Урожай зерновых в этом году снизился на 15%. В июле часть полей выгорела из-за жары. Засуха затронула 8 районов Кустанайской области. Урожайность упала до 4-5 центнеров пшеницы с гектара. На многих пахотных землях снизилась плодородность почвы. Правительство надеется на урожай в Североказахстанской и Акмолинской областях. По плану, в стране должны были собрать более 20 миллионов тонн зерна. Сейчас же собрано только чуть более 9 миллионов. Все это, несомненно, может отразиться на конечной стоимости хлеба. Но насколько он подорожает, пока неизвестно. В Уральске коммунальщики обещают устранить крупную аварию. В выходные из-за повреждений на коллекторе половина города остались без воды. В микрорайоны был организован подвоз чистой питьевой воды. Там сразу же образовались длинные очереди. В пресс-службе Акимата города Уральска отметили, устранение аварии в настоящее время завершилось. Силами рабочих ТО Баты-Су-Арнасы за ночь была демонтирована труба на поврежденном участке левой ветки. После ее запуска рабочие приступят к ремонту правой резервной ветки. Ориентировочно ремонт продлится около двух суток. Но эти работы не повлияют на подачу воды, заверили в Акимате. Из-за аварии вода отсутствует в северо-восточной части города, в районе автопарка, поселка Диргул. На данный момент авария полностью устранена. Начата подача воды. В течение дня давление воды будет полностью восстановлено. В прием документов в спецсонах на регистрацию и перерегистрацию авто будет приостановлен с 10.30 до 12.30 и с 17.00 до 19.00. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий директор госкорпорации правительства для граждан Урад Жуманбайн. По его словам, это связано с техническими работами в базе данных МВД. В столице стартовала Казахстан Energy Week. Наиболее ожидаемая панельная секция состоится 26 сентября. Заявлено участие генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо. Эксперты и аналитики ожидают дискуссию именно по ценовой политике нефтяного альянса в свете последних событий, связанных с атаками на саудовские нефтеперерабатывающие заводы. Ситуация пока непонятна, поскольку Рият не обозначил конкретных сроков по устранению последствий. И вот сегодня Wall Street Journal со ссылкой на свои источники написал, что ремонт НПЗ затянется на два месяца. Якобы саудиты не могут найти поставщиков. Поэтому интерес аудитории к участию Баркиндо вполне понятен. Атамикен Бизнес будет освещать данную панельную секцию. Ну а сейчас о главных темах, которые освещает информационный портал InBusiness. Президент Казахстанской федерации бокса Тимур Кулебаев поздравил новоиспеченного чемпиона мира, тренеров и всех медалистов с итогами выступлений в Екатеринбурге. В Казахстане стартовал ежегодный период по свободному прикреплению к поликлиникам. Он продлится до 15 ноября. В Восточном Казахстане в госзакупках растет доля товаров местного производства. Вы все еще опаздываете на работу, простаивая в заторах? Тогда не пропустите информацию о летающем такси. И это уже не фантастика. Подробнее об этом и других новостях из сферы IT-технологий нас познакомит обозреватель Ирнар Тайжан. Всем привет! С вами самая познавательная передача о мире информационных технологий. Я обозреватель Ирнар Тайжан. Поехали! Компания Волокоптер завершила первый этап испытания своего аэротакси Волокоптер 2X в городских условиях, который прошел в немецком Штутгарте. В ходе тестирования аппарат с 18 роторами без пассажиров успешно взлетел и приземлился на спортивной площадке в центре города. Волокоптер 2X мультикоптер рассчитан на перевозки двух человек весом не более 160 кг. Дальность полета составит 35 км при максимальной скорости в 110 км в час. При этом мультикоптер может производить взлет, полет и посадку в полностью автоматическом режиме. Первые испытания Волокоптер прошли еще в 2013 году, а с пассажирами на борту в 2016 году. Все испытания проходили в Германии, где находится завод Волокоптер, и в Дубае, власти которого планируют в будущем создать сеть аэротакси. Японская компания Хабс Мобайл провела первые летные испытания псевдоспутника, летающего телевизионного ретранслятора в форме крыла. Псевдоспутник – беспилотный летательный аппарат с большой длительностью полета. Такие планеры могут находиться в небе до нескольких месяцев без дозаправки. Хоук-30 – дрон, предназначенный для полетов на высоте до 20 км и оснащенный 10 электрическими двигателями. Планируется, что энергию для работы двигателей летательный аппарат будет получать от Солнца. Энергии солнечных батарей также должно хватить на работу основных систем летательного аппарата. Испытания аппарата прошли в Центре летных исследований НАСА в Калифорнии. Они признаны успешными. Японские инженеры модернизировали роботизированную руку, добавив в нее магнитную трансмиссию. Это позволило увеличить скорость движения устройства. Рука состоит из четырех пальцев, в каждый из которых встроены четыре сегмента, соединенные между собой магнитной передачей. Благодаря специальным намагниченным областям, расположенным под углом плоскости кольца, механизм передает крутящий момент под углом 90 градусов. Такая конструкция позволяет устройству снизить трение между элементами. В ходе эксперимента инженеры реализовали захват предметов со стола, используя только механическую систему отслеживания. Кроме того, в эксперименте с колодой карт робот сможет снять одну карту, захватив ее двумя пальцами. Ну а прямо сейчас цены на нефть, драгметаллы и курс валют на сегодня, сразу после эксклюзивной интервью с бизнес-тренером номер один Ицхаком Пентасевичем. Почему не всем дано обладать миллионами, не пропустите через несколько минут. Ицхак Пентасевич, тренер успеха номер один на русскоязычном пространстве, автор книг по саморазвитию. Занимает второе место в рейтинге Международной ассоциации профессионалов в этой сфере. В прошлом владелец успешного бизнеса, но в 1998 году обанкротился из-за дефолта. После отправился в духовное путешествие и остался жить в Иерусалиме. Преподавал иудаизм, окончил швейцарский институт гипноза, курсы ораторского мастерства в институте науки Карнеги, является тренером по НЛП. Ицхак, готовясь сегодня к интервью, я думала, ну с какого же вопроса начать, с чего мы начнем. Но долго думать не пришлось, жизнь сама нам дает подсказки. Сегодня в чат журналистов ко мне пришло сообщение Шариков из Собачьего Сердца. Читали Булгакова или смотрели фильм, да? Вот пишет, я, Филиппович, теперь тренинги вести буду. Ну, вот понимаете, откуда эти приколы, откуда эти шутки сейчас? Да, сейчас пошло прям реальное гонение, можно сказать, на тренинге, да, такое. На тренинге, я прям это вижу, чувствую, гонят на всех. Теперь, почему гонят на всех? Давай подумаем вместе. Да, давайте подумаем вместе. Можно на ты, можно на ты? Хорошо. Возможно, так как это новая профессия, то сейчас очень много в ней непрофессионалов. Есть люди, которые непрофессионально занимаются тренингами. И сейчас, например, любой человек с помощью инстаграма, ютюба может себе сделать аудиторию, вести эфиры, выходить и так далее. И сколько есть дураков? Очень много есть. Ну, таких людей, которые, ну, как бы смешные и так далее. То же самое произошло с тренингами. Раньше обучать мог только человек, там, профессор какой-нибудь, но это было сложно. Сейчас для того, чтобы начать обучать, ну, в принципе, ничего не надо. Даже не надо, многие люди никаких даже тренингов не проходят. Сейчас идут эти гонения, потому что 80% тех, кто обучают, они непрофессионалы. Процентов 20 профессионалы, но они теряются среди вот этого огромного количества некачественного контента, да, образования. Поэтому над ними все смеются, но бывает, что на самом деле обучение это самое важное, что есть. Люди приходят на тренинг в ожидании, что сейчас их жизнь изменится кардинально на 180 градусов в лучшую сторону. Что ты их сейчас прокачаешь так, что это будет просто абсолютно другой человек. Вот у тебя были тоже такие ожидания после тренингов? У меня после тренингов были ли у меня такие ожидания? Нет. Потому что мой первый же тренинг, который я прошел в жизни, это был тренинг Дейла Карнеди, и он длился 12 недель. Раз в неделю по 4 часа. И нас сразу предупредили, что изменения, они идут медленно. И ты, я ждал 12 недель, это 3 месяца, пока мне закончился тренинг, и я реально на нем изменился. Я избавился от фобии публичных выступлений, я научился выступать, я научился многим вещам. Но это было 12 недель. Первый же мой тренинг. Я проходил тренинг НЛП-практик, например, он длится 21 день. То есть я сразу попал на очень качественные тренинги, которые не длились там один, ну, короткое время. И даже здесь вот сегодня я выступал вчера, я в начале тренинга всем сообщаю закон цыпленка. Я говорю, смотрите, если вы цыпленка из яйца хотите вырастить, сколько дней проходит, пока он вылупится? 21 день. В инкубаторе 21 день. Что бы вы ни делали, 21 день и никак по-другому. Но когда цыпленок вылупился, чтобы он стал курицей здоровой и нес яйца, нужно еще там месяц или годы. То же самое я говорю, не ждите быстрых результатов. Я вам сейчас, вы пришли, у вас есть желание развиваться. Это как плодородная почва. Мои мысли, мои идеи, мои знания, это как семена. Но чтобы они проросли, вы должны сами потом их выращивать, трудиться и так далее. То есть это закон цыпленка я называю и закон урожая. Но в Казахстане ты бываешь очень часто. Можешь озвучить, что это за продвинутые компании? Кто эти люди, которые тебя приглашают? Первые, меня пригласили в Казахстан, это BI Group. То есть я где-то лет, наверное, 7 назад я обучал BI Group и ездил где-то год или два. И мне очень запомнилось, что на одном из тренингов пришел владелец компании, миллиардер. Входит там один из самых ведающихся людей в Казахстане. Десятку самых богатых людей Казахстана. И он послушал некоторое время, встал и сказал своим сотрудникам, говорит, вот все, что я делаю, я, вот, ИЦКАК обучает тому, как я живу. Как я живу. То есть вот эта технология, да, как ставить цели, как быть преданным цели, как много работать. Я именно добился успеха, потому что я так, как ИЦКАК обучает, я так живу. Ну вот, кстати, я заметила, что в своих тренингах ты всегда приводишь пример, цитаты каких-то успешных мужчин. У тебя всегда истории успеха именно мужские. Да. Что так, против женщин или, в принципе, женщины и бизнес, это какие-то разные понятия? Я верю, что женщина должна дополнять мужчину. Я религиозный, традиционный человек. Я верю, что для женщины главная самореализация – это семья, дети и успех мужа. Это мое убеждение. Я, ну, я в это верю, то есть у нас традиционная семья. Я считаю, смотрите, еще раз, все люди разные, и если женщина, она, вот она и видит свою самореализацию, там, например, у меня дочка моя, ей сейчас 11 лет, и она говорит, у меня так, я буду работать, а муж будет воспитывать детей. Вот это реально так себе решила. Молодец. Да, 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 я рожу детей, но я буду работать, я буду звезда, она там уже придумала, чем она будет заниматься. А муж, он будет, ну, как мы религиозные очень люди, он будет учить Тору, как бы служить Богу и воспитывать детей. Ну, кстати, касательно религии, всегда в своих выступлениях тоже говоришь, что большие деньги и успех – это от Бога. Но вот ты это воспринял как аксиому, изучив Тору, да, или все-таки пришел к этому выводу по опытным путем, изучая жизнь успешных людей? Спросите любого очень богатого человека, и он скажет, что, у меня недавно был случай, я пытался понять, в мире всего 2,5 тысячи миллиардеров. Ну, миллиардеры, их всего 2,5 тысячи, это, ну, у них есть тысяча миллионов долларов, нереальные деньги. И мне хотелось понять, я вообще… А как глаза-то загорелись в данный момент? Я исследователь, нет, я ученый, я просто ученый, и мне интересно понять, как все работает. И я вывел некую формулу свою, там, 3, 3, как бы, основных параметра, почему люди становятся миллиардерами. И я эти 3 параметра, первый параметр – у них такое расширенное мышление, то есть они мыслят глобально. Второе – у них есть какая-то схема, они нашли, и они эту схему могут масштабировать, то есть у них, у миллиардеров есть одна какая-то схема, и они ее масштабируют. И третье – это везет от Бога, им прет. Я позвонил, у меня есть друг, он помощник миллиардера, одного его правая рука, уже много лет, ну, такого очень известного миллиардера, и я ему говорю, смотри, вот у меня такая теория, вот ты с ним уже рядом, там, много лет, что, правильно я придумал? Он говорит, нет, говорит, неправильно. Миллиардер – это прет, прет и прет, то есть это только удача. То есть то, что ты описал, схема, грабли, там, и так далее, это есть у миллионеров, то есть это есть у всех людей, которые зарабатывают большие деньги, у них есть стремление к большим деньгам, они нашли какой-то инструмент, и они им гребут, им везет тоже. Но миллиардер – то, что выбилось вот так из ряда, это чистое везение. Дело случая. Ну, только я не верю в случаи, я верю, что всем управляет Бог, я считаю, что в мире нет случаев, то есть всем управляет Бог, все от Бога. Вот слышал сейчас очень популярная тема во всем мире, четырехдневная рабочая неделя. Бог сказал, шесть дней трудись, а седьмой день отдыхай. И я не за то, чтобы люди четыре дня отдыхали, потому что человек в этом мире, он создан для того, чтобы работать, чтобы создавать себя, чтобы создавать мир. То есть человек не создан для отдыха, он не… То есть человек создан для работы, для того, чтобы трудиться. Но тебе эта тема не близка, как вообще четыре дня работать, три отдыхать. Это вот я в Казахстане, я знаю, что, наверное, она будет самая популярная. Но я за то, чтобы человек… Я люблю работать, я считаю, что люди должны работать. Наш министр сказал, даже не мечтайте. Кстати, что тебя удивляет в Казахстане, что тебе нравится, а что, может быть, не нравится? Расскажи, есть какие-то впечатления? Я могу сказать так, что в Казахстане то, что я привожу к примеру, и это я не только здесь говорю, я это говорю везде, где выступаю, по всему миру. Вот первое, что мне понравилось в Казахстане, когда я прилетел первый раз, надпись, что к 2030 году Казахстан войдет в 25 самых развитых стран мира. Это по моей системе я это преподаю. Должна быть большая мечта, большая цель, большая такая мечта. Второе – это надо трудиться. Вот этого в Казахстане, мне кажется, не хватает. Учтем. Да, вот последний мой тренинг, вот сейчас, который идет, победитель Лени, что человек может действовать в 10 раз больше. То есть казахи, ну вот жители Казахстана очень расслаблены, с моей точки зрения. То есть на эмоциональном плане мне это нравится, что никто не парится, никто не напрягается, не перенапрягается. То есть это удобно. Но есть огромный потенциал, огромный запас, который пока не реализованный. И третье – это то, что мне нравится, я всем говорю, делать – это знания. И вот эта вот программа, я считаю, это самая гениальная программа, которую я видел. Это когда самых талантливых детей отправляют за счет государства учиться за границу. И это для меня пример того, как правильно надо поступать. Я считаю, что в Казахстане та любовь к образованию, которую я вижу, нигде я не видел такой любви. Мне в Казахстане нравится все. Я могу сказать, что это страна, которая удивительна, что меня здесь ничего не раздражает. Даже то, что в Казахстане опаздывают, я сам всегда опаздываю. И в Израиле опаздываю. Ты уже знаешь об этой традиции. Да, да, да. И это для меня нормально, я всегда опаздываю сам. Ну, практически всегда. Там единичные случаи, когда я перехожу вовремя. Мне нравится в Казахстане гостеприимство. У меня же… Я начинаю свое выступление. В 41-м году моя мама и бабушка, они из Харькова поехали в эвакуацию в Казахстан. Они жили всю войну в Казахстане, да. И я говорю, что это моя, как можно сказать, частичная родина. Значит, гостеприимство мне нравится. Причем уникальное уважение мне нравится. Уважение к старшим мне нравится. Умеренно, что все религиозные, но умеренно, без фанатизма. Вот просто верят в Бога, но нет такого прям фанатизма. Все мне нравится в Казахстане. Вот я честно скажу, у меня Израиль, это моя родина. Ну, как родина, моя любимая страна. И Казахстан на втором месте у меня. Спасибо, Ицхак, за интервью. Приезжай к нам почаще, будем рады видеть тебя. Я с большой радостью люблю Казахстан. Благословения всем жителям. Я очень хочу, чтобы Казахстан стал новым Сингапуром. Обогнал Сингапур и стал лучшей страной в мире. И я буду приезжать часто, потому что близко лететь. Сингапур далеко, Казахстан близко. И все для этого есть. Добро пожаловать. Спасибо.